Больше 30 тысяч православных верующих отправились сегодня в крестный ход к реке Великой. На протяжении всего пути в село Великорецкое, а именно там по преданию жителям явился образ Николая Чудотворца. Паломников будут сопровождать сотрудники ГИБДД, медицинские работники. Как и в прошлые годы, организована работа полевой кухни и камер хранения. Сейчас православные уже подходят к Бобино, а в этом селе будет их первая ночевка. Ну а на начальном этапе пути к паломникам присоединилась наша Анна Мамаева. Она познакомилась с теми, кто ходит в крестные ходы круглый год. Что движет этими людьми и где они успели побывать, об этом наш следующий сюжет. Ходим в Архангельской области, в Вологодской области. За 8 лет Анатолий Тюкачев обошел всю Россию. С весны до поздней осени он ходит в крестные ходы. Таких, как он, говорит, немного. Поэтому каждого крестоходца знает в лицо. От своих единомышленников и узнает о месте следующего религиозного путешествия. Все крестоходцы между собой общаются, перезваниваемся. И где какой крестный ход, вот здесь в Кирове есть еще крестный ход на Белую холодницу. Там тоже встречаемся, тоже ходим. И мы повещаем друг друга, когда, где, какой крестный ход. Радуйся при волнении морской уставляющей. Планирует крестоходцы свои поездки заранее. Александр Кузнецов, менеджер из Архангельска, регулярно берет на работе отгулы во время религиозных событий. Как реагирует работодатель? Нормально реагирует. Не то, чтобы как бы приветствует, он просто-напросто понимает, что мне это необходимо и идет мне навстречу. Потребность чувствую чисто душевную. Только вот в монастырях отпусков не бывает, а потребность душевная есть. Монах Игнатий из Ростова-Великого второй год приезжает в Киров без ведома общины. В прошлом году за возможность пройтись к вятским святым местам пришлось попотеть. Александр Кузнец, в этой неделе посуду мыл и месяц еще был наказан. То есть вас не отпускали даже сюда? Я не говорил, я лег в больницу, типа лежу в больнице, как цивилизационные люди делают. Сами крестоходцы о пройденных километрах и количестве крестных ходов говорить не любят. Задача не сдать норматив по пешеходному туризму, а помолиться. Даже на редких стоянках люди не забывают о Боге. Да и праздный турист такой ход не выдержит, убеждена Анастасия Тенн из Киева. Говорит, высшие силы ведут людей из одного крестного хода в другой. В этом и есть сила проведения. За 10 лет паломничества девушка увидела этому множество доказательств. Сам Господь, понимаете, кому надо. Кому надо так быть. Просто так люди сюда не попадают. Я, например, думала, что у меня не получится приехать сюда. Во всяком случае, обстоятельства все складывались таким образом. Но Господь определил по-другому. И вот тут остается один единственный вопрос. Для чего такие усилия над собой? Зачем жизнь из года в год посвящать крестным ходам? Крестный ход. 150 километров. Идут люди. Потому что, совершая эти усилия над самими собой, мы отдаем свое сердце Богу. А что получаем в ответ? А в ответ получаем то, что и ждем. Божественную благодать, божественную милость. Исполняются наши молитвы. Кстати, безопасность паломников будут обеспечивать на протяжении всего пути. В крестный ход с верующими пошли медики, спасатели и полицейские. Кроме того, позаботились власти и о комфорте верующих. Вдвое увеличили количество палаток, которые обеспечивают приют для паломников. Извиняюсь за деликатные подробности, количество биотуалетов вдвое увеличено. Ну и, собственно говоря, в самом Великорецком те паломники, которые ходят регулярно, я думаю, тоже увидят те улучшения, которые происходят в селе Великорецком. Впереди у верующих еще более 40 километров. До Великорецкого и дорога домой. Весь путь они должны преодолеть за 6 дней. Но для некоторых на этом крестный ход не закончится и не продолжат свое путешествие по святым местам России, чтобы помолиться за себя и за других. Анна Мамаева, Данил Кочкин, Бюро новостей, Дайвча.